Давайте откроем любой склад, любой трюм. Желательно, где есть предметы. В трюме вы всегда снизу видите стоимость. Написано в нижнем правом углу в этом окне оценочная стоимость товара. Мольшинство неопытных новичков ориентируются на эту цену и думают, что вот этот товар их действительно столько стоит. К сожалению, это совсем не так. Эта цена, она ориентируется от того региона или даже сектора, в котором вы на данный момент находитесь. Эта система подсчитывает среднюю стоимость товара. Соответственно, здесь идут огромный ряд погрешностей. Во-первых, товар этого системы может не быть вообще. Соответственно, вы цену на него не увидите. Цена может быть совершенно неадекватная. Она не соответствует действительности и реальности. Потому что существуют конкретно торговые хабы и они формируют именно цены в этом мире. Кроме всего этого, все равно вся вот эта вот даже приблизительная тема, если вы будете находиться в торговом центре, в торговом хабе и у вас будет средняя цена это формироваться от этого сектора, она все равно не будет адекватная. Объясню почему. Открывайте сейчас торговую систему. Это слева в меню у вас есть такой график нарисован. Там написано торговая система. Купите себе один патрон. Он появится у вас в трюме. Наведите на него мышкой и у вас будет показано, сколько он стоит. Давайте вот в скобочках за единицу. Теперь нажмите показать информацию о товаре. И вы видите, сколько он стоит этот товар. То есть цена продавцов и цена покупателей. Видно, что товар можно купить в верхнее окно продавца. Это вот купить за 1250 за единицу. А вот продать его за 300 с мелочью. В примере, хочу, чтобы вы поразмышляли. Скажите, может ли быть эта цена адекватной? Ну вот для того, чтобы определить среднюю стоимость товара по трюму. Нет. Но тем не менее, всему этому есть объяснение. У товара есть три цены. Первая цена – это его себестоимость. То действительно, сколько товар на самом деле стоит. Вторая цена – то, за сколько вы хотите продать этот товар. И есть третья цена – то, за сколько его реально купят. Странно, да? То есть товар же предлагают купить за 1250. И другой человек скажет, да, так он же стоит 1250, значит. С другой стороны, нет. Это второй вариант цены. Это всего лишь та цена, по которой этот товар хотят продать. Но это совершенно не значит, что этот товар действительно столько стоит. И тем более, не совсем не означает то, что этот товар за эту стоимость купят. И его цена может падать, 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 падать до того момента, пока действительно люди не станут там готовы за это платить. Вроде бы, кажется, оправдали, да, почему именно эта стоимость указывается. Но тоже тут другой парадокс. В первом пункте, где продавцы, да, то есть цену не могут загнуть какую угодно. Это всего лишь та цена, по которой они хотят его продать. Но товар уже есть в наличии. То есть это действительно живой товар, который лежит у кого-то на складе. Он существует. Однако с вариантом покупателя, это товар, которого еще даже нет. Его только хотят купить. Его может даже еще не произвели, не выдели, не нашли. Его нет. Но тем не менее, от него формируется цена. Никогда не оценивать информацию по стоимости трюма. Поэтому, если вам кто-то предлагает купить товар по вашему трюму, подумайте дважды. Спасибо.